Друзья, очень важно отметить, что мы находимся в стенах Заокского адвентистского университета. Я думаю, вы согласитесь, что он нас очень радушно принимает. И очень бы хотелось сейчас выразить благодарность сотрудникам, преподавателям, студентам и волонтерам ЗАУ за их теплый прием нашими громкими аплодисментами. А мы приглашаем на эту сцену ректора Заокского адвентистского университета Протасевича Бориса Геннадьевича. Привет, 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 привет всем! Мы бесконечно рады, все наши сотрудники, преподаватели, видеть вас в стенах Заокского университета и принимать вас, драгоценные наши, наше настоящее и наше будущее. Я хочу попросить, поднимите, пожалуйста, руку, кто любит мечтать. Поднимите, кто любит мечтать. Да, мы любим мечтать, мы мечтаем. Мы мечтаем, что однажды мы окажемся в Царстве Небесном. Мы мечтаем о жизни без греха. Мы мечтаем о жизни с Богом. Когда-то, когда несколько лет тому назад, уже больше ста лет назад, на территории Российской империи появилась церковь адвентистов седьмого дня, она тоже мечтала. Она мечтала о том, чтобы у нее появилось учебное заведение. В 20 веке, в 20-х годах эта мечта почти исполнилась, но тогда советская власть не дала этому сделать. Но в 1988 году появилась Заокская духовная семинария, которая стала Заокской духовной академией сегодня, Заокским адвентийским университетом. И вы здесь, и эта мечта ваших отцов, ваших дедов и прадедов исполнилась. Но, мои дорогие, это не только исполненная мечта. Эта мечта может исполниться в жизни каждого из вас, если вы решите провести несколько лет жизни здесь, в стенах Заокского университета. Я мечтаю о том, чтобы каждый, кто здесь сегодня сидит, даже если уже получил образование, приехал сюда вновь, может быть, на годичную программу или на несколько месяцев, но для того, чтобы окунуться в эту духовную атмосферу, встретиться с лучшими преподавателями, встретиться со своей мечтой и осуществить ее. Но о том, что у нас происходит, расскажет директор отдела информации и рекламы Роман Зимцов. Я его приглашаю. Встречайте. Доброе утро, друзья! Доброе утро, ЕАД! Ну, наверное, вы думаете, раз вышел директор по рекламе, то вот он сейчас будет нам презентацию показывать, о программах говорить. Мне кажется, есть что вам рассказать. Я мог бы рассказать, например, о том, что с этого года у нас теология и педагогика бесплатно, стопроцентная компенсация нашей церкви, еще платят стипендию. Я мог бы вам показать слайд и рассказать о крутой программе интенсивного английского, когда за один год с нуля можно выучить язык. Я мог бы вам рассказать о программе ЗАО Unlimited, когда от 7 тысяч рублей за неделю можно приехать, по системе все включено и прожить, походить на все лекции, побыть студентом, приехать самому снова или позвать друзей. И, наконец, я мог бы вам тут вывести большой слайд и сказать, что всем участникам Конгресса скидка 5% дополнительная. Но я этого делать сегодня не буду, потому что вот там, да, вот там при входе, вот мои коллеги в таких же ярко-красных футболках, учебный отдел, они вам все это расскажут, покажут, помогут, сделают это очень прекрасно. Но я хочу тоже говорить сегодня о мечте. У нас с Борисом Геннадьевичем есть одна мечта на двоих. Мы с ним мечтаем, чтобы однажды здесь стало учиться тысяча студентов. Тысяча студентов учил и здесь, чтобы появились новые корпуса. Я первый раз приехал в Заокске в 94-м году, когда мне было, как вам, 20 лет. Я был руководителем молодежи Центральной Церкви Москвы и организовал поездку всей московской молодежи, сюда. Это был, наверное, наш первый конгресс. Мы приехали одной электричкой, мы жили в санатории за Поленова. Этого зала прекрасного с экранами не было, мы собирались в храме. Если бы вот тогда, в 94-м году, мне кто-то бы сказал, что, Роман, ты однажды будешь здесь работать, ты будешь служить директором по маркетингу, я бы не поверил. Но я верю сегодня, знаете, во что? В то, что среди вас сегодня сидит будущий директор по маркетингу и рекламе здесь. Этого университета. И я верю в то, что, может быть, я передам ему эстафету, пожму руку, и именно этот человек осуществит нашу с Борисом Геннадьевичем мечту, и здесь будет учиться тысяча человек. Я полтора года здесь, и я вам скажу, я понял одну важную вещь. В этих красных стенах действительно очень много классных, добрых, хороших преподавателей, сотрудников, замечательных студентов, но самое главное, что в этих красных стенах осуществляются мечты. Причем самым невероятным образом. Я расскажу три небольших истории. В прошлом году выпускался один наш студент, теолог, и он говорит, Роман, я пришел сюда молодым человеком ни с чем, но я выхожу отсюда с дипломом, с красавицей, женой и сыном. За четыре года в Заобском университете очень можно много хорошего успеть. В прошлом году, в это время, вот Роман Михайлович, я тоже приезжал, выступал на форуме трилогии в «Угольке». Похлопайте, кто был в трилогии. Есть? Супер. Ко мне подходит молодая девушка и говорит, я хочу учиться у вас в Заобском университете на педагогике. Но у нее были проблемы с документами. Я говорю, не сдавайся. Если ты хочешь попасть в Заобский, молись, я буду молиться, будем поддерживать связь через WhatsApp, мы что-то придумаем, чтобы ты смогла к нам приехать и поучиться. В итоге она приезжает учиться на интенсивной английский. Она не просто получила диплом, она встречает там свою любовь. Она в этом году, летом, вышла замуж за нашего преподавателя на интенсиве английского. Да. Носители языка, друзья мои, носители языка. Понимаете, она не мечтала об этом. Она не мечтала, когда она думала о Заобском. И, наконец, я поделюсь и раскрою этот секрет нашего ректора. Борис Геннадьевич всегда мечтал, чтобы его сын учился в этих красных стенах. И в этом году его сын Слава поступил на педагогику. Он тоже теперь студент Заобского университета. Поэтому я хочу сказать вам, верьте в свою мечту и знайте, что Бог ее исполнит. Я желаю, чтобы пожелать вам сбычи ваших мечт, чтобы они исполняли.